Второй этап Крымской кругосветки проходит на берегу Черного моря в поселке Любимовка. Здесь расположен базовый лагерь экспедиции. В этот раз в практическом занятии принимают участие 36 человек. Кроме студентов СевГУ, это представители университетов Томска, Северного Кавказа, Казани и Курска. Свой можно аккуратно разобрать. То есть первый слой снимается. И, соответственно, идет дальнейшая расчистка до следующего слой. И так послойно, фиксируя каждый слой, вы защищаете тот материкат. Называется поиск. Мастер-класс по фиксации подводных находок проводит руководитель экспедиции Виктор Лебединский. Он активно занимается исследованием затонувших кораблей и судов в Черном море. Студенты обучают основам организации полевого лагеря, выходов на плавсредствах, погружения. То есть вот этот весь комплекс полевых исследований, который обычно проводится в стандартной подводно-археологической экспедиции. Учатся не только специальным знаниям, но и походным навыкам. Например, разжигать костер. В СевГУ в 2018 году впервые в стране лицензировали новую специальность – морская археология. Экспедиция является для нас элементом практико-ориентированной модели подготовки кадров, которая и заложена в основу магистратуры «Морская археология». Сегодня мы проводим целую серию мастер-классов, посвященных морской археологии и подводной археологии. Работают ребята, как управляют роботом. Подводный, телеуправляемый, необитаемый аппарат может погружаться на глубину до 300 метров. Студенты смогли попробовать свои силы в пилотировании этого чуда техники. Они берут пробы грунта, потом они этот материал обрабатывают, изучают. Все это пригодится им в дальнейшей работе, потому что все эти специальности, о которых я говорю, это историки-археологи, это морские биологи, это экологи, это все связано с полевыми исследованиями. И нигде, кроме как в таких экспедициях, опыт полевых работ они получить не могут. Исследуют студенты уже ранее поднятые с морского дна предметы. Их специально погружают на отмеченное место недалеко от берега. А сейчас будем проводить мастер-класс по обнаружению подводного артефакта и дальнейшее его измерение, а затем поднятие на поверхность. Тренируются проводить морские подводные исследования студенты разных специальностей. Историки, морские биологи, экологи. Географ Дарья Адаева собирается исследовать черноморские террасы, подводные склоны полуострова. Благодаря первому этапу я познакомилась с своим научным руководителем в будущем. И вообще поняла перспективы развития туризма и расширения экологического каркаса всего Крымского полуострова, что необходимо для поддержания адекватного состояния экологии, в том числе Крымского полуострова. В последний день экспедиции для участников был предусмотрен пеший поход по Большой Севастопольской тропе. Антон Пархоменко, Анатолий Паньков, Севенформбюро.